Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, ну, безусловно, цитокины как регуляторы межклеточного взаимодействия сейчас привлекают большое внимание и в плане изучения иммунопатогенеза опухолей, и в плане возможных терапевтических воздействий. И, конечно, роль цитокина просматривается в контексте существующей уже давно теории иммуноредактирования опухолей. Позволю себе напомнить, что основные положения заключаются в том, что есть разные этапы взаимодействия иммунной системы с опухолью, и если на каких-то вот первых стадиях возможно влияние иммунной системы и подавление роста опухолей, то на конечных стадиях, к сожалению, опухоль ускользает, и иммунная система уже ничего не может сделать. И вот мы пытаемся найти с помощью цитокинов те медиаторы, которые могут вмешаться в эти процессы и усилить противоопухолевые эффекты. Безусловно, роль цитокинов при опухолевом росте связана в целом с микроокружением опухоли, и это микроокружение условно достаточно можно разделить на две составляющие. Есть клетки, ответственные за подавление роста опухоли, к ним относятся различные Т-лимфоциты, НК клетки, М1-макрофаги, Н1-нейтрофилы. Эти клетки продуцируют цитокины в основном, вот они здесь перечислены, это интерфероны, факторы некрозы опухоли, интерликин-12, которые могут вызывать апоптоз опухолевых клеток, цитотоксичность по отношению к клеткам опухоли, подавление роста и элиминации опухоли. Но есть и клетки, ответственные за стимуляцию роста опухоли, и это миелоидные супрессорные клетки, Т-регуляторные лимфоциты, М2-макрофаги, Н2-нейтрофилы. Они продуцируют следующие цитокины, интерликин-10, трансформирующий ростовой фактор, различные другие ростовые факторы, и тоже факторы некрозы опухоли, интерликин-6. И вот эти цитокины ответственны за иммуносупрессию, за блокаду апоптоза, пролиферацию опухолевых клеток, ангиогенез, нужный, естественно, для роста опухоли, инвазивный рост и метастазирование опухоли. Продукция цитокинов как механизм прогрессии опухоли, вот в связи с последним, конечно, можно тут суммировать следующим образом, что цитокины могут быть факторами роста для пролиферации опухолевых клеток, они могут ремодулировать окружающие ткани для инвазивного роста опухолей, они могут являться ангиогенными и хемотактическими факторами для роста новых питающих тканевополисосудов и блокировать воздействие иммунной системы, которая направлена на элиминацию в норме опухолевых клеток. Но вот сейчас последние данные я здесь представлю по, например, системе цитокинов семейства энтерликина-1. Вот здесь вот рецепторы для энтерликина-1, и есть еще ингибиторы этих рецепторов, это рецепторный антагонист энтерликин-38, то есть в семействе энтерликина-1 есть как стимулирующие, так и блокирующие факторы. Это известные сигнальные пути, которые ведут к экспрессии так называемых воспалительных генов. Но посмотрите, какой результат вот этого вот единого, казалось бы, воздействия. Может быть и проопухолевое действие, связанное с пролиферацией, выживанием клеток, инвазивного роста метастазирования ангиогенеза, и может быть противоопухолевое действие, антиметастатическое и привлечение опухолевых клеток. Но в данном случае перевешивает вот эта левая часть, составляющая, которая связана с проопухолевым действием вот этих цитокинов, ну, в первую очередь, это энтерликина-1, альфа и бета, которые, казалось бы, являются одними из мощнейших правовоспалительных и иммуностимулирующих медиаторов. Тем не менее, мы обязаны их рассматривать вот в таком контексте. Среди системы энтерликина-1 есть очень интересное подсемейство, это энтерликин-36, три агониста, 36 альфа и бета гамма, и рецепторный антагонист. Сигнальный путь примерно похож на то, что было показано в предыдущем слайде, но это в основном активация в эпителиях, эпителиальные клетки. И вот для этого цитокиновый, вернее, для этих вот трех цитокинов, в основном это энтерликин-36 гамма, как раз сейчас показано больше противоопухолевое действие. И сейчас это перевешивает, поэтому вот эти цитокины могут считаться, ну, потенциальными кандидатами для применения в качестве противоопухолевых средств. Химокины. Химокины в защите от рака. Очень тоже большое семейство медиаторов, относящихся к системе химокинов. Но посмотрите их действия на совершенно разные клетки, которые не безразличны для опухоли. Они привлекаются вот с помощью CCL20, CXCL9, 10, 11, CCL2, CCL5, вот, например, моноциты. И все это приводит к противоопухолевой атаке этих клеток и подавлению роста опухолей. То есть для некоторых из химокинов ясно и очевидно показано противоопухолевое действие, связанное с иммуностимуляцией. Но посмотрим дальше. Химокины и стимулируют рост опухоли. И вот здесь показаны другие некоторые факторы, которые привлекают другие клетки, которые мы с вами видели на одном из первых слайдов. И это приводит к различным механизмам, которые здесь продемонстрированы, ведущими к усилению роста опухоли за счет пролиферации опухолевых клеток, привлечению иммуносупрессорных клеток, стимуляции ангиогенеза и так далее. Все это мы с вами уже видели. И посмотрите тоже, сколько факторов. И вот в связи с этим сейчас ингибиторы рецепторов химокинов активно начинают использоваться в терапии рака. И обратите внимание, вот здесь вот тоже последние данные 2019 года, разные локализации опухолей. И посмотрите, сколько разных ингибиторов находятся либо в стадии изучения, либо уже внедрения в клиническую практику. Ну, на всех я, естественно, не буду останавливаться. Просто я хочу этим слайдом проиллюстрировать, как активно внедряются медиаторы антихимокиновые для противораковой терапии. Мы знаем тоже один из известных слайдов, сколько различных рецепторов участвуют во взаимодействии опухолевой клетки с клетками иммунной системы. Это Т-лимфоциты, макрофаги и НК-клетки. И вот НК-клетки очень интересны в плане противоопухолевой защиты, потому что НК-клетки, их функция, вернее, могут быть стимулированы целым рядом цитокинов, относящихся к разным группам. Это интерфероны через свои специфические рецепторы, интерлекин-2, 15, 21 через рецепторы, включающие общую гамма-цепь, интерлекин-12 и интерлекин-18. И они стимулируют различную экспрессию различных генов, участвующих в противоопухолевой защите, вернее, активирующих функции НК-клеток. А как мы знаем, НК-клетки – одни из главных клеток, способных убивать трансформированные клетки в различных тканях. И вот в целом применение цитокинов в комбинированной терапии рака. Активация противоопухолевого иммунитета. Вот цитокины здесь перечислены. Ну, оговорюсь, большей частью для так называемых иммунозависимых опухолей, где участие иммунной системы имеет значение. Конструирование противораковых вакцин с применением дендритных, в том числе, клеток – это вот данные цитокины. Профилактика и коррекция токсической лейкопении, вызванной применением цитостатиков и радиотерапии. То есть тоже очень важная и интересная составляющая, о которой можно говорить отдельно – применение цитокинов, в данном случае в комбинированной терапии рака. Адаптивная иммунотерапия рака с использованием лимфоцитов, активированных интерлекином-2. Очень интересное направление, давно развивающееся, в основном за счет работ Стивена Розенберга. Ну и вот здесь показана общая схема – это выделение туморно-фильтрирующих лимфоцитов, их активация с помощью интерлекина-2. Могут быть также генномодифицированные Т-клетки с использованием химерных антигенных рецепторов, тоже под действием интерлекина-2. Они наращиваются и вводятся обратно в организм больного, либо самостоятельно, либо с использованием еще и введения интерлекина-2 для их активации уже ин-вива. Эта схема имеет свои успехи, она, конечно, не дает абсолютные стопроцентные эффекты, но, тем не менее, сейчас применяется. Но вот последнее достижение – это телемфоциты с химерными антигенными рецепторами. Тут сейчас возникли проблемы, вот это опубликованные работы, потому что возникает так называемый синдром выброса цитокинов и нейротоксичность даже обусловленная вот этими вот введением вот этих вот рельно-лимфоцитов с генномодифицированными рецепторами. Какие могут быть решения с использованием цитокинов? В эти кар-Т-лимфоциты могут быть введены блокады интерлекина-1, потому что блокада интерлекина-1 вызывает снижение вот этой нейротоксичности и побочных эффектов, и вот сейчас уже производятся кар-Т-лимфоциты, которые конститутивно продуцируют рецепторный антагонист интерлекина-1, это естественный цитокин, который блокирует воспаление, введение его гена в кар-Т-лимфоциты с экспрессией конститутивной позволяет избежать вот этих побочных эффектов. То есть это вот использование системы цитокинов и цитокиновой регуляции в плане противополевой терапии с использованием кар-Т-лимфоцитов. В целом преимущество лечебного применения цитокинов как противополевых факторов, конечно, это применение рекомбинатных препаратов, идентичных эндогенным цитокинам, то есть мы используем то, что создано самой природой, полностью охарактеризованный механизм действия, возможность сочетания с химиотерапией, радиотерапией и высокая эффективность лечения по сравнению с традиционными методами. Безусловно, я попытался в этом коротком сообщении дать лишь обзор основных направлений, которые могут быть использованы сейчас в иммунотерапии рака с использованием цитокинов. Но мне кажется, что тут очень много различных подходов и вариантов терапевтического применения цитокинов как в плане цитокинотерапии, так и генотерапии с использованием цитокинов. И это имеет, конечно, большое будущее. Благодарю за внимание. И в заключение я еще хотел бы пригласить всех на школу по клинической иммунологии. И мы вот с Ириной Александровной Балдуевой там будем проводить специальный симпозиум по иммуноонкологии. Он уже анонсирован в программе. Это мероприятие будет в конце сентября в Сочи. У кого есть интерес, для практических врачей приглашаю. И если есть интерес, подойдите ко мне, я дам информацию. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Анна Семенович. Будьте добры. Я хотела узнать. Я, честно говоря, просто литературу не видела. Есть ли какие-то сейчас данные о сочетании чекпоинтов с цитокинами? Вы не видели? Потому что, в принципе, это, наверное, было бы интересно проводить одно, потом включить. Безусловно. Ну, мне неизвестны такие данные. Возможно, они существуют, потому что идея, действительно, вы правы, очень продуктивная. Ну, надеюсь, что это будет сделано. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...